Ура! Рактор в колхозе, значит хлеб на обозе! С представлением в стиле советского времени начался второй театральный фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина, прямо у театра драмы, который носит имя нашего знаменитого земляка. По всем канонам этого классика, открытие было под березами. Стилистика 60-х выбрана неспроста. В эти годы Василий Макарович стал известен широкой публике как писатель и режиссер. Вот я как просто гражданин, как человек чувствую, что формат мероприятия полностью соответствует творчеству Шукшина, его нравственности, его вот именно правде, его человечности. Такая, знаете, ностальгия по этим чувствам. В честь 95-летия со дня рождения Шукшина фестиваль решили сделать поистине масштабным, не ограничиваясь только рамками театра. Например, в Барнауле и Сростках организуют две экскурсии. Также можно будет послушать пьесы, которые драматурги создали в рамках творческой лаборатории «Шукшин. Миф и реальность». Мы проводили читки пьес, те, которые не вошли у нас в тройку. Одна читка будет в Гмилика, две у нас. То есть те зрители, которые не успели познакомиться с нашими пьесами, они послушают. Есть сюрпризы и для гостей, которые приехали на фестиваль из других городов. Для них сделали специальную выставку, которую даже открыли. Необычно. В этом году на фестиваль приехал десяток театров из городов и населенных пунктов России и даже из Казахстана. Для гостей мероприятия создали целые экспозиции, рассказывающие о главных достижениях той местности, откуда приехали театралы. Не забыли даже про поселок Мотыгино Красноярского края. «Это поселок городского типа, населением в 5000 человек, где существует профессиональный театр. Это уникально в стране». Города представят 13 спектаклей, так или иначе связанных с творчеством Шукшина. Большинство из них, конечно, по мотивам его прозы. Притом изначально организаторы выбирали из 40 заявок. «Во многих театрах России, это происходит совершенно самостоятельно, независимо, никто никого не составляет, делают у себя постановки по Шукшину. Нам кажется, говорит это прежде всего о том, что Шукшин современен и что сейчас происходит, и этому есть объективное подтверждение, определенный возврат интереса к его творчеству». Интерес к Шукшину заметен невооруженным взглядом, говорят эксперты. На первое представление в театр пришли сотни людей. Одним словом, в зале был аншлаг. Открыл фестиваль губернатор края Виктор Томенко. «Я хочу пожелать всем участникам фестиваля выступить достойно, показать по-настоящему свое творчество, свое искусство, поделиться со зрителями своим пониманием, своими взглядами и эмоциями». Первый спектакль программы «Детенок мой» представил Краевой театр драмы. В этой истории центральное место занимает, как ни странно, не Шукшин, а его мать. На судьбу вдовы выпали тяжелые годы – репрессий, голода и войны. На какие жертвы приходилось идти, чтобы вырастить гениального писателя и режиссера, было показано в постановке по мотивам пьесы минского драматурга Дмитрия Богославского. Но для поклонников творчества Шукшина добавим, что фестиваль только стартовал, и продлится он до 27 сентября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.